С нами на связи Ростислав Мирзагулов, политтехнолог и экс-председатель общественной палаты Башкортостана. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Ростислав, вот мы, знаете, вот в этом сюжете, и там были сообщения о том, что, ну, люди пытаются добиться решения проблем, но все как-то вот не складывается. То людей нет, то денег нет, но в целом, как бы, посыл такой медведевский там. У вас нет, но вы держитесь, ребята. Вы держитесь, все, вот со временем будет хорошо, Россия как-нибудь, когда-нибудь встанет с колен. Так может просто звонить не в ЖЭУ, не в аварийные службы, а просто прямо туда, туда в Кремль? Но вопрос, поможет ли? Ну, звонить, безусловно, нужно в Кремль, но вообще, конечно, здесь напрашивается такая аналогия. Сейчас российские пропагандисты заходят в эстерике, что Украина бомбит города России. На самом деле, это, конечно, Путин бомбит города России, потому что вот то, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве, Российской Федерации, ну, это действительно, кроме как геноцид собственного народа, коллапс всей экономики, коллапс страны вообще. Вот по-другому не назовешь, потому что мне эта проблема очень хорошо знакома. Вы знаете, я одно время был одним из направлений директоров в фонде ЖКХ Российской Федерации. То есть, как бы там была изначально неплохая идея сделать вот эту сферу рыбочной, как во всем мире она работает. Не просто, когда государство распределяет, да, вот вам деньги, идите почините, да, соответственно, все там разворовывают все на всех уровнях, ну, и происходит вот то, что происходит. Тогда было, в общем-то, такое неплохое предложение группы экспертов рядом с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, еще Медведевым здорового человека, так назовем его. Значит, соответственно, это все должно было привести к тому, что в отрасль пришли бы инвестиции, и все начало бы работать. Но что может получиться тогда, когда страной руководит человек, который ничем, кроме своего стола, в КГБ не руководил? Ну, вот так вот оно и получается, когда вот такие вот рукозадые люди занимаются реформами. То есть, у него, понимаете, вот эта биполярка все время у Путина, то есть, он вроде как запускает, с одной стороны, рыночные механизмы, но при этом строит СССР в собственной стране, да еще и пытается соседние присоединять частично. И что получается в итоге? Командует всем чиновник, он говорит всем бизнесменам, вы там мне построите котельную, вы мне обеспечите свет, тепло и так далее. Но при этом бизнесмен не может так действовать, бизнесмен должен действовать рыночными способами, и нормальный бизнес в итоге в эту сферу не пошел. Поначалу были там, знаете, такие наполеоновские планы, Эликсельберг хотел сильно вкладываться, другие. И мы потом, когда посмотрели, что по-прежнему регулирует это все чиновник и регулирует по собственному усмотрению. И вот в России пошла эта череда коммунальных аварий, потому что износ-то еще советских всех зданий и конструкций, и вообще всей инфраструктуры, он ведь уже составляет чудовищный процент, а бизнес не приходит. А у страны деньги-то были на это, но она их копила и складывала в копилку. Все думали, что для каких-то хороших целей, оказывается, нет. И, оказывается, даже эту копилку они не тратят на восстановление всего этого коммунального хозяйства, разбомбленного Путиным. Соответственно, к чему приводит это сейчас? Это приводит к тому, что мы сейчас видим на ваших экранах. Потому что, ну, понимаете, это тупик. То есть, с одной стороны, вот они не тратят деньги на сферу, с другой стороны, они не пускают в эту сферу бизнеса. И поэтому, знаете, я думаю, что тут просто пару лет подождать, и все развалится само, как говорится. Так вот, как раз хотела и уточнить, Ростислав, так это всегда так было? Или вот сейчас, как вы говорите, череда вот таких аварий коммунальных происходит? Или, в принципе, оно перманентно, и просто людям это все привычно на самом деле, и ни к чему, даже каким-то возмущением не приведет, а обращение к Путину или к местным властям, это все, ну, как бы в истории, я имею в виду в истории, в виде видео их телефонов и останется. Потому что никто так и не обвиняет, не видит, кто виноват в их проблемах. Ну, смотрите, в итоге, кто сейчас командует российским ЖКХ? То есть, есть вот чиновники, ответственные за направление, да? Но при этом разгосударствование этой отрасли все-таки началось, и там номинально находятся сейчас управляющие, которые называются бизнесом. Но эти же люди, они, как правило, какие-то, знаете, здесь управляйка какая-нибудь, принадлежит какому-нибудь сыну замген прокурора. Здесь управляйка принадлежит какому-нибудь большому ФСБшнику. И так, понимаете, там, грубо говоря, вот каждый раз номинально принадлежит коммунальное хозяйство в той или иной области, в том или ином городе, какому-нибудь такому местному ферзю, либо какому-нибудь родственнику местного ферзя. И что происходит в итоге? То есть, местный ферзь-то, может быть, и хотел бы поругать какого-нибудь рукозадного человека, который вот так вот следит за котельными. Но этот человек был раньше охранником Путина, как вы знаете, да? Это пример прямо вот из недалекого прошлого. И если бы это было исключением, это же правило. Если Башкирию мою родную взять, там вот эти вот все люди в погонах, они бы захватили половину, наверное, ЖКХ, потому что, ну, вроде как, деньги-то распределяются какие-то, идут, и можно их освоить, можно их распихать по карманам. И вот это то, как там сейчас все это работает. И поэтому, конечно, это обречено на провал. Какие письма, куда писать? Ну да, Путин, конечно, может отобрать котельную своего бывшего охранника, но таких котельных по стране сотни, десятки тысяч. И, соответственно, отобрать их все, всеми им будет заниматься Путин. Но вот эта же ручная экономика, она не может работать нормально. А, соответственно, признать то, что у них не получилось этой рыночной реформы и обратно забрать все в Советский Союз, обратно забрать все в ЖЭКе, это тоже как бы путь такой вообще вроде странный. Но потом, на самом деле, еще и ЖКХ во всем мире утвердилось давно уже в том, что когда командует общим имуществом жильцов государства, то это приводит только к разворовыванию и никогда не приводит к результату. То есть там должен быть рынок, потому что там где-то рынок, там все в порядке. Когда мы смотрим, что произошло с домами в ГДР, которые были государственными, а потом перешли в рыночную сферу, даже там, даже немцы все равно в рынке работают намного лучше, чем в государстве. И говоря уже о восточных наших собратьях, то есть о россиянах, например, когда там, соответственно, когда все вокруг колхозное, все вокруг мое, и там все это приводит только к тому, что моментально все это распихивается по карманам. То есть на самом-то деле у Путина вот это вот должна быть какая-то такая огромная программа по реконструкции, реновации. Если ему хотелось, знаете ли, привлечь внимание граждан страны к себе, убедить каким-то образом, что вот он должен дальше сидеть, но вот взял бы и решил бы вот эту проблему в ЖКХ. Но нет, это же сложно, понимаете, здесь же надо иметь мозги, здесь надо иметь хорошую команду. А кто они все там эти шарики с помойки из Питера понаехавшие, которые командовали каждый, напомню, своим столом в КГБ и больше ничем? Они не могут просто это сделать. Поэтому для них более простая планита – это напасть на Украину и устроить вот это вот все то, что они устроили, перебить сотни тысяч людей и объявить, что это они воюют с НАТО. Вот, собственно, все, что происходит. А, Ростислав, скажите, а может это вот такая хитрая задумка, знаете? Ну вот люди обращаются, стучат в двери, звонят, никто им не отвечает. И вот реально там время выборов наступит, Путин придет и порядок в ЖКХ наведет. Понимаете? Вот может он волевым решением создаст комиссию по урегулированию сложных вопросов в жилищно-коммунальных структурах Российской Федерации. Ну, красиво же, согласитесь. Возможно, это невозможно. Я побывал внутри системы вот этой государственной, российской. Я смотрел изнутри на проблемы ЖКХ России. Но вы знаете, это просто колосс на глиняных ножках. Он огромный, этот колосс. Это система, которая нуждается в десятках лет очень бережного подхода, причем подхода очень грамотного с точки зрения экономики. Это многовекторная история. Еще раз я подчеркиваю, российская нынешняя управленческая команда и российский нынешний бизнес, они не в состоянии работать в современном обществе, в современной экономике. Они способны только распилить и растащить, потому что вот такой эту страну построил господин Путин. И невозможно сейчас это все быстро решить, собрав какую-то комиссию. Путин, конечно, комиссию соберет. Но все, к чему придет эта комиссия, они выделят еще с этих несчастных людей собранные деньги. И эти деньги опять растащат новые друзья Путина. И эти деньги снова окажутся где-то за границей. Они построят еще один дубайский небоскреб себе и построят очень много красивых вилл. И все. Вот и вся комиссия создателей. И криминальные, эти уголовные дела против, я не знаю, мелких чиновников. То есть это просто будет очередная нехватка кадров для устранения подобных проблем. Но вот что еще удивляет, понимаете, Ростислав, но все равно, что бы ни происходило в стране, ну как-то не сильно связывают с тем, что происходит на фронте. Что их страна беднеет и погрязшая в войне. Но тем не менее они ждут выборов, я имею в виду россияне. Надеясь, что связывает с Путиным надежды на скорее завершение войны. Дайте нам мир и все. Вот Верстка пишет о том, что россияне устали от войны. И связывают с Путиным надежды на ее скорейшее завершение. Они считают войну важнейшим и негативным обстоятельством в своей жизни. И хотят, чтобы она побыстрее закончилась. И вот так же, как выяснила Верстка, к такому выводу пришли не только независимые социологи, работающие для проектов хроники, лаборатория, публичной социологии и экстримскан, но и люди, занимающиеся замерами общественного мнения для Кремля. Отсутствие массовой поддержки боевых действий наблюдают и другие следователи. От зет-блогеров до клинических психологов. И все они отмечают, протестовать ради прекращения войны россияне не готовы. А вот ждут, что опять-таки все разрулит Путин. Почему? Что происходит в головах россиян? Почему они все равно надеются на того человека, который развязал эту войну и ухудшил их жизнь? Вот мне сейчас этот вопрос задает человек, который живет в демократической стране. А задаете вы вопрос про тех людей, которые живут при военном коммунизме. Вот и весь ответ на самом деле. Потому что вы же в стране, где жители могут возмущаться и где им за это, грубо говоря, ничего не будет. И более того, власть должна будет реагировать каким-то образом. А в России, соответственно, очередные приговоры, посмотрите, каждый день за листочек или за слово людей сажают на много лет. Обратная тенденция людей, которые убивают людей, которые насилуют, грабят, выпускают, потому что они нужны для совершения новых преступлений. Понимаете, в стране перевернуто все с ног на голову. Мораль отсутствует. И поэтому, естественно, все эти несчастные, запуганные люди, которые каждый раз не обязательно плохие, просто они боятся этой госмашины. И, соответственно, поэтому они пишут эти робкие видеообращения этому человеку, который все это устроил. И вы думаете, кто-то из тех, кто читает эти обращения, не понимает, от чего это происходит? Нет, они все понимают на самом деле. Потому что, ну, дураков и умных в России примерно средняя мировая пропорция. Но, еще раз подчеркиваю, страна живет уже при военном коммунизме. То есть, если раньше это была пултократия такая, знаете, где были минусы, где были плюсы, но в какой-то момент вдруг начала работать более или менее экономика, когда начало что-то происходить более или менее по всемирным таким нормальным западным рельсам. Но это был период очень короткий, потому что весь этот генералитет, менталитет, да, слово «мент», как бы, да, как шутят многие. Вот он понял, что если вдруг сейчас начнется какая-то всемирная общая история для страны, тогда они же потеряют свою эксклюзивность. А у них эксклюзивность только в том, чтобы иметь право на насилие, на, понимаете, на вот это выкручивание рук. А если бы все шло, в том числе в этом ЖКХ, который мы с вами сейчас обсуждаем, по мировым нормальным рельсам, то какой-нибудь сын зампрокурора Башкирии, например, или замдиректора ФСБ по Башкирии, он мог бы заниматься коммунальным хозяйством в Уфе? Да нет, конечно. А они же занимаются. И вот, понимаете, это приводит к тому, к чему приводит. И еще раз, они разбомбят страну гораздо быстрее, чем Хаймакс. — Ростислав, знаете, вот напоследок, скорее всего, знаете, у вас прошу, а как будут решать вот подобные проблемы? Ну, я имею в виду не конкретно, да, ну вот конкретное решение проблемы. Да, комиссия, выделение денег, ремонт и так далее, и так далее. А вот в Кремле как будет решать вот эту так называемую проблему? Потому что, ну, как мы даже видим, федеральные каналы тоже не могут обойти эти истории. Все равно о них говорят, да, пишут, да, сообщают и так далее, и так далее, что замять полностью и забыть, ну, не видится возможным. Да, все равно этот какой-то гнев людской, он все-таки вылазит наружу. Да, ну, хоть протест, но хоть какой-то, да, за что-то там. За мерзаем, за мерзаем, и что, как бы, хочется спросить. Как Кремль будет решать? Ну, фончик не очень хороший. Путин там огурцы щупает ручками, говорит, какие они прекрасные. Да, есть с нами Ростислав или нет? Есть. Есть, да, вернулись, да. А тут вот люди замерзают. Кремль будет решать, значит, вот как. Как вы сказали только что, Кремль соберет какую-то комиссию, которая окажется очередной комиссией по распилу, потому что они добавят денег, эти деньги быстро разворуют. Я хочу ответить на этот вопрос чуть по-другому. Как это будут решать те люди в Кремле, которые понимают, что все идет не так? А у меня вот буквально на днях состоялся очень интересный разговор с одним из людей, очень близких к одному из тех, вот кого считают одним из главных упырей вокруг Путина. Я сейчас вот так вот максимально аккуратно скажу, потому что иначе могут просчитать наши друзья в погонах, о ком я говорю. А мне очень хотелось бы, чтобы эта тенденция продолжалась, чтобы они рассказывали мне дальше, что происходит. Так вот, этот человек очень близкий. Вот к одной из правых рук этого господина, который управляет сейчас Россией. Он не то чтобы недоволен, он просто уже в отчаянии каком-то. Я был крайне этому удивлен, потому что деньги у него есть, но он просто понимает, что происходит какой-то трэш, что страна скатилась куда-то просто в средневековье. И вот эти люди эту проблему только и в состоянии на этом этапе решить, потому что сейчас, находясь рядом, находясь внутри, они знают много чего, из-за чего, соответственно, и могут происходить предперемены. То есть, грубо говоря, я думаю, что сейчас это все может решиться только изнутри и только отстранением Путина от власти. Потому что чем больше будет вот таких людей, которые мне рассказывали о том, что все, так дальше жить нельзя, тем скорее они найдут какой-то способ, как эту гниду сковырнуть. Очень надеемся, Ростислав, что как-то в последнее время уже все мало и мало верится в это. Ну, спасибо вам за почти инсайдерскую информацию. Да, благодарим вас за то, что присоединились, да, за анализ вот такой в вашем исполнении. Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.